Славься Бог Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». 13 января Святая Православная Церковь чтит память пророка Давида. О нем мы поговорим в настоящей передаче. В студии магистр богословия, протеерей Дмитрий Придеин. Здравствуйте, отец Дмитрий! Добрый день, отец Павел! Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, каким было происхождение будущего великого царя? Будущий царь Давид был сыном Иесея, жителем города Бетлахэма, который сейчас называется Вифлеем. Надо сказать, что у Давида было семеро братьев, причем все они были старше его. Он был самым младшим, но именно на нем почило то Божие благословение, которое в результате послужило основанием для того, чтобы его помазали на царство. Происхождение Давида было довольно простым. То есть отец его был человеком благочестивым, по иудейской религии старался соблюдать все формы богопочитания, положенные в Израиле, но особой знатностью он не отличался. Хотя вместе с тем сказать, что это был совершенно человек без рода, без племени тоже нельзя. Во всяком случае, мы точно знаем, что дедом Иесея был Ваоз, который женился на моавитянке Руфи. То есть есть даже книга отдельно посвященная этому событию, этому браку, каноническая книга Священного Писания Ветхого Завета. То есть все-таки Ваоз был довольно заметной личностью в Израиле. И Иесея соответственным образом тоже сохранял вот эти вот черты родового благородства. Но все-таки он не был князем израильским, он не был каким-то старейшиной. И следы вот этого все-таки недостаточно высокого происхождения Давида мы впоследствии видим в истории его жизни, в частности вот его отношения с его женой Мелхолой. Они показывают, что хотя жена любила его, но она чувствовала определенное превосходство перед ним, потому что она была дочерью царя. А какова была внешность пророка Давида? Редкий случай в Библии, когда мы имеем довольно подробное описание внешности исторического персонажа. Например, внешность самого Господа Иисуса Христа в Евангелиях не описана. Мы не знаем, как выглядела в точности Престая Богородица. Только по каким-то отрывочным следам из священного предания по иконописному подлиннику. То есть, а что касается пророка Давида, то мы знаем, что он был красив лицом, что он был статен, не очень высокого роста, но очень мужественный, очень сильный. И при этом он был рыжеволосым. В синодальном переводе говорится, что он был белокур, но сейчас, считают современные исследователи, более правильно перевести цвет волосого как рыжий. И вот эта его внешность привлекательная, она была тоже одним из факторов, почему он у людей вызывал благосклонное отношение, что он был очень обаятелен, импозантен для своих современников. В каких-то случаях жизни ему это было очень даже на пользу. А с чего началось восхождение Давида к царскому престолу? Эта история подробно писана в Священном Писании. Вообще о Давиде много говорится в Библии, и в книгах царств, и в книгах Паралипоменон о пропущенном. И эта история действительно очень замечательна. Во время войны царя Саула против филистимлян перед началом одного большого сражения было принято решение, чтобы сразились богатыри со стороны филистимской, со стороны израильской, и чтобы избежать большого кровопролития, чтобы исход сражений был заранее предрешен вот этим вот единоборством. Так часто бывало и в древности, и в более поздние века. И вот со стороны филистимлян выступил великан Голиаф, который явно превосходил всех воинов противной стороны, но и среди израильтя не нашлось ни одного равного ему. И вот когда встал вопрос, кто же сможет ему противостоять, тогда выбор как раз и пал на Давида, который был известен тем, что хотя был еще молодым человеком, но отличался необыкновенной силой, которая проявлялась, например, в том, что когда он пас овец своего отца, то в случае, если нападал какой-то хищник, причем не только волк, а даже лев или медведь, то он догонял этого хищника, отнимал у него овцу. А если этот хищник на него бросался, то он его убивал в личном единоборстве. И вот это все повлияло на то, что Давиду доверили защитить честь Израиля. И он выступил против Голиафа, причем довольно необычно, если Голиаф был во всеоружии, и в кольчуге, и с мечом, и со щитом, и в шлеме, то Давид выступил только лишь с прощой против него. Так что Голиаф сказал им, что неужели я собака, что ты выступил с палкой против меня. Но Давид без долгих препирательств побежал навстречу Голиафу и бросил с довольно большого расстояния в него камень из прощи, попал ему точно в голову, и потом, подбежав быстро, добил его мечом самого же Голиафа. И вот эта вот его славная победа настолько повлияла на народное сознание, что, в общем-то, это уже было основанием того, что впоследствии подвиг его не мог быть забыт в Израиле, и рано или поздно он должен был стать царем. А с какими опасностями столкнулся Давид до своего воцарения? Прежде всего, это была зависть со стороны правящего царя Саула, который, с одной стороны, его приблизил к себе, а с другой, неоднократно покушался его убить, бросал в него копьем, и только промысл Божий хранил Давида, что он остался жив среди всех этих обстоятельств. И впоследствии Саул очень коварно действовал против него, и хотя выдал за Давида свою родную дочь, Милхолу, как мы уже об этом говорили, но он как раз думал, что Милхола будет сетью для Давида, что она поможет его погубить. Но она полюбила Давида, и как раз действовал в интересах своего мужа, а не своего отца даже. Он провалился. Да, один раз она буквально спасла Давида, спустила его из окна. Вот он избежал больших неприятностей благодаря этому побегу. И ему очень долго приходилось просто быть в бегах. То есть он жил в эмиграции, он со своими сторонниками жил в пустыне. Долго его Саул преследовал, пытался его уничтожить физически. Но Давид, надо сказать, проявилось благородство его характера, и вместе с тем особая вера в Бога. Вот он знал, что нельзя поднимать руку на помазанника Божия, которым был Саул. Хотя Саул был очень человеком, я бы сказал, недостойным своего царского звания, и Господь поэтому его и отверг, избрав на его место Давида впоследствии. Но Давид понимал, что убивать его нельзя. И дважды бывали случаи, когда Давид приходил в шатер к Саулу, который его преследовал во время сна царя и его приближенных, и мог его убить. Но он этого не делал. Он брал какой-то предмет, копье или чашу из шатра Саула, и потом издалека ему показывал, вот, я мог убить тебя, но я же этого не сделал, почему же ты хочешь меня уничтожить? Был случай в жизни Давида, когда он находил свой филистимлян, и боясь расправы, он притворился безумным. Только этим он спас себя в той ситуации. И вообще история его вот этих перемещений по Палестине, по близлежащим странам в этот период, она насыщена очень критическими ситуациями. И буквально, если бы не особый какой-то промысл Божий, который его ограждал, его могли убить не раз и не два. А какова история воцарения Давида в Хевроне? Это связано с очень правильной политикой, которую избрал Давид. Есть такая фраза в Священном Писании, что Давид поступал настолько разумно, что стал страшен для своих врагов. То есть он не столько их пугал именно своей силой или полководческим талантом, сколько именно тем, что он как политик поступал чрезвычайно правильно, прагматично и всегда умел верно оценить ситуацию. И вот когда во время войны с филистимлянами Израиль потерпел крупное поражение, причем, собственно говоря, отряды Давида могли бы участвовать в этом сражении как раз на стороне филистимлян, но они этого не сделали, потому что народ воспринял бы как измену Израилю. То есть он был в стороне от этой битвы, но плодами ее воспользовался, потому что на этой волне народного недовольства, что Саул терпел поражение, что у него не получалось. Вот как раз Давид пришел в Хеврон и с помощью определенных материальных вложений сумел склонить на свою сторону старейшим Израилевым, которые его провозгласили царем над Иудеей. Это было только одно из колен Израилю, но все-таки это было колено очень значительное, и семь с половиной лет Давид был царем иудейским со столицей в Хевроне. А какими были свершения царя Давида после перенесения столицы в Иерусалим? Когда Давид стал царем над всем Израилем, это уже было после смерти Саула, когда возник вакуум власти, и вот как раз могли быть разные варианты, были разные претенденты на царский престол, но избрали Давида, потому что по совокупности его талантов, способностей и уже история в управлении в Иудее показывала, что он способен стать великим царем, то пришли старейшины всего Израиля в Хеврон и провозгласили его царем над всем Израилем. Первое, что он сделал, он начал войну с Иоусеями. Он их победил и захватил их столицу, Иерусалим, который сделал своей столице. Это было исторически правильным решением, потому что Иерусалим именно с этих пор стал тем городом, с которым мы связываем все великое, священное, что в дальнейшем происходило в Израиле. И эта столица, это произошло за 10 веков до Рождества Христова. И в целом Давид правил 40 лет, 7,5 лет в Иудее и еще 33 года в целом над всем Израилем. И вот с тех пор Иерусалим стал его столицей, стал священным городом, потому что именно там Господь благоизволил, чтобы была поставлена скиния завета, туда был перенесен ковчег завета, который был временно в плену у филистимлян, и они вернули этот ковчег Давиду. И когда Давид получил ковчег, то очень трогательно это описано в Священном Писании, что он плясал перед этим ковчегом, настолько он бурно выражал свою радость, что ковчег завета вернулся, главная святыня опять в Израиле, опять она находится в своем народе, что он это выражал совершенно без комплексов, такими вот плясками, танцами. Некоторые считают, что здесь отразились определенные филистимские традиции, то, что он был долго в эмиграции, что он был оторван от религиозной традиции своего народа, но Господь принял это, то есть Господу это было угодно. И когда Милхола его упрекнула, что ты как ребенок тут прыгаешь, скачешь, ты роняешь свой авторитет царский перед народом, он сказал, я и дальше еще больше буду прыгать и скакать, потому что я не могу иначе выразить свой восторг, свою радость по поводу этого великого торжества. И вот это событие, то, что Ковчег Завет оказался в Иерусалиме, это было условием Божьего благословения, которое почило на этом городе. Расскажите, пожалуйста, про историю взаимоотношений пророка Давида с Версавией. Это довольно печальная и неприглядная история из жизни царя Давида, которая, с другой стороны, показывает, что он был человеком своего времени, обычным смертным, которому ничто человеческое не было чуждо. И в частности, когда царь Давид уже упрочил свою власть в Иерусалиме, когда он уже обзавелся большим двором, у него было много жен, были наложницы, и это немножечко его духовно расслабило. То есть пока он находился в бегах, в эмиграции, он постоянно ощущал на себе руку Господню, он понимал, что каждый день жизни он целиком и полностью зависит от промысла Божия. А здесь все уже шло по накатанной, было все спокойно, благополучно. И однажды, гуляя по крыше своего дворца, он увидел неподалеку купающуюся красивую женщину. Он послал узнать, кто это, и ему сказали, что это в Иерусалиме жена Урии, который был одним из его воинов. И хотя Давид понял, что не имеет никаких прав на эту женщину, он все равно повелел привезти ее к себе во дворец. И сделал ее своей вначале любовницей, впоследствии, после смерти Урии, она стала его законной женой. Но вначале Давид пытался скрыть следы своего греха. То есть Урия в это время был в походе, он воевал против внешних врагов Израиля. И Давид, когда увидел, что Верасавия от него забеременела, он пытался это скрыть таким образом, что вызвал Урию из похода и повелел, чтобы он вернулся к себе домой. То есть чтобы он какое-то время провел со своей женой. Чтобы впоследствии и сам Урия, и другие могли подумать, что ребенок родился от Урии. Но Урия, сам не зная, что он этим навлекает на себя смерть, он сказал, я не могу жить со своей женой, в то время как мои друзья, собратья борются против врагов. И сказал, я буду спать у порога своего дома. И не вошел в дом вообще, не ночевал дома. Когда Давид об этом узнал, он понял, что вопрос надо решать иначе. И он решил его таким образом, что повелел своему военачальнику, чтобы тот поставил во время битвы Урию на самое опасное место, где его могли бы легко убить. И его там и убили. То есть фактически кровь, смерть этого человека была целиком и полностью на совести Давида. После этого он взял к себе, и уже Верасавию, полноценной женой во дворец. И от нее родился его самый знаменитый сын Соломон. Это сын именно от Верасавии. Но грех этот был совершенно очевиден. И Господь послал своего пророка Анафана, чтобы он обличил Давида в этом грехе. И Давид понял этот грех, он в нем раскаялся, написал Псалом 50, как памятник своего покаяния. Ну и надо сказать все-таки, чтобы немного смягчить вину царя Давида, то, что вина должна быть разделена между ним и самой Верасавией. Во всяком случае, некоторые святые отцы считали, что это она соблазнила царя Давида. Зачем было купаться в непосредственной близости от царского дворца? То есть, наверное, все-таки это не случайное стечение обстоятельств. Во всяком случае, доказательством того, что именно инициатива исходила прежде всего от самой Верасавии, является то, что в родословии Господа Иисуса Христа, которое изложено в Евангелии от Матфея, имя Верасавии не указано. Она называется описательным образом, что Соломон родился от жены, от бывшей Заурией. Такое выражение потребляется. То есть, ее имя, в отличие, например, от Руфи, оно абсолютно не указано. То есть, она была недостойна того, чтобы фигурировать в родословии нашего Господа. А как окончилась жизнь царя Давида? Окончилась она после многих сражений, после многих перипетий, достаточно спокойно. То есть, хотя против Давида в конце его жизни возмутился его сын Авиасалом, устроил восстание, бунт против него, воевал против него, Давид победил в этой войне, но сын его погиб. То есть, конечно, в любом случае для него это было большой скорбью. Военачальник Савей против него враждовал в конце, тоже хотел претендовать на престол. То есть, последние годы жизни Давида были очень тревожными. И это все было возмездием за его грех, совершенный с Версавией. То есть, Господь сохранил жизнь самого Давида, но вместе с тем, Он ему показал, что такие тяжелые согрешения, которые являются прямыми нарушениями заповедей Божьих, а это нарушение седьмой заповеди, не прелюбодействуют, они не приходят бесследно ни для кого, даже для божественных избраний. Почему Господь Иисус Христос называется в Новом Завете сыном Давидовым? Здесь слово «сын» употребляется как синоним слова «потомок», потому что в действительности Господь Иисус Христос был его потомком и, в принципе, мог даже претендовать на царский престол в Израиле, будучи потомком Давида и будучи из колена Иудина. Вот поэтому в родословии нашего Господа фигурирует пророк Давид. По какой причине царь Давид так и не смог построить храм истинному Богу? Об этом говорится в книге Параллипоменон. Слишком много крови было на руках у царя Давида, и эту кровь он проливал порой по необходимости, а иногда без необходимости. То есть все-таки есть такие страницы в книге царств, когда мы видим, что Давид не то, что был слишком кровожаден, но и нельзя сказать, что он был полностью миролюбивым и благородным человеком. В каких-то отдельных случаях он мог поступить иначе. Многих людей он убил, хотя этого можно было не совершать. Скажите, а в какой степени книга «Псалтырь» является творением царя Давида? В значительной степени, но не полностью. Не нужно думать, что все 150 псалмов это его авторские произведения. Уже из надписания псалмов мы видим, что у них были и другие авторы. Например, 89-й псалом прямо заглавлен молитву Моисея, Человека Божия. Сыны Кореевы написали много псалмов, более 20. Кроме того, некоторые заглавили начальнику хора. То есть это нужно понять так, что в целом Давид заложил традицию вот этого нового характера богослужения, которое носило многие такие более музыкальные черты, и само по себе богослужение было им более организовано, вот это все отделение на 24 череды. Это все его заслуга. Ну а в некоторых псалмах, даже которые им были написаны, потом были сделаны добавления. Даже самый его известный 50-й псалом заканчивается, и да, содержатся стены иерусалимские. Что значит содержатся стены иерусалимские? То есть тут уже имеется в виду, что они были разрушены, и они опять созиждутся. То есть это была уже приписка после вавилонского пленения. Отец Дмитрий, а как вообще согласуется святость пророка Давида с теми многочисленными кровавыми буквально преступлениями, которые он совершил в течение жизни? Мы не должны требовать от царя Давида того, чего требовать нельзя. Все-таки он был человеком своего времени. Если мы посмотрим, что в то время творилось в Израиле, в других окрестных странах того времени, то все это не выглядит каким-то слишком уже выделяющимся. Это было в обычаях, в нравах того времени. Тогда кровь лилась рекой, тогда жизнь человека не так высоко ценилась, как в наше время. Вот эти все ценности гуманизма христианского, они были вообще миру неизвестны в то время. Поэтому, да, действительно. Но заповедь-то была «Не убей». Да, но Давид, как правило, не убивал просто так людей. То есть, он убивал на войне, а это все-таки особый вид убийства. Да, он выдал потомков Саула гаваанитянам, двоих сыновей и троих внуков. Но вместе с тем это было сделано по необходимости, потому что сам Господь ему даже это повелел сделать. То есть, в то время были многие вещи, которые он делал, просто потому, что если бы он их не сделал, люди бы вообще его не поняли. И он не мог бы сохранить свою царскую власть. Но вместе с тем все-таки вот отдельные его черты, особенно его богобоязненность, его благоговение перед святыней, они его возвышали над прочими людьми и за это мы его и ценим и любим. А почему у царя Давида было так много жен? С одной стороны, это было требованием царского этикета того времени. Считалось, чем больше у правителя жен, тем больше его власть и его могущество и его слава. Но с другой стороны, как мне представляется, все-таки женщины были слабостью царя Давида. Из истории с Вирсавией мы как раз это очень хорошо видим. Поэтому в какой-то степени тут два эти фактора дополняли друг друга. Отец Дмитрий, какие существуют формы почитания святого пророка Давида? Эти формы многообразны, потому что сама личность царя и пророка Давида, она очень разносторонняя. И мы видим, что царь Давид с одной стороны является святым православной церкви, и его память находится в наших святцах, и его именем называют до сих пор православных мальчиков. И вместе с тем это святой у иудеев. Поэтому его гробница находится не в православном храме, она находится на горе Сион, в том месте, куда приходят именно иудеи для молитвы. Православные паломники там бывают далеко не всегда. Даже в последнее время почти там они и не бывают. Но я был там в 99-м году и видел эту гробницу, и надо сказать, что все-таки я проникся особым каким-то уважением к этому человеку, потому что когда так близко соприкасаешься с его останками, то понимаешь, что это не какой-то далекий исторический персонаж наподобие мифического Геракла, а это совершенно реальный человек, который вошел в историю бога избранного народа. Поэтому мне кажется, что когда мы читаем его псалтирь и когда мы читаем те тексты, которые ему самому посвящены в Тропарях перед чтением псалтиря, то, наверное, мы совершаем самое лучшее его почитание. Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. А теперь, дорогие братья и сестры, мы переходим к нашей следующей рубрике. Две тысячи лет назад Вифлеем был полон народа. Люди собирались наперебить жителей Римской империи. Святому семейству не нашлось даже скромного дома, хотя по плоти он был единственным прямым наследником царя Давида. Теперь над пещеркой, где родился Спаситель, построена Церковь Рождества. Вглубь нее ведут несколько ступенек, расположенных справа от алтаря. Серебряная звезда точно обозначает то место, где родился Мессия. На звезде можно прочесть надпись, сделанную на латыни. Здесь от Дени Мария родился Иисус Христос. Редом Яслия, куда Богоматерь положила младенца. Можно представить, как двери хлево распахнулись и на подлогих одеждах в него вошли три восточных царя. Балтасар, Каспар, Мельхиор. В дар наврожденному богомладенцу они принесли богатые дары, исполненные глубокого смысла. Ладан Богу, золото царю, смирну, благовонное масло, которым помазывали умерших, сыну человеческому. Эти дары волхвов сохранились до наших дней. Святыни находятся в монастыре Святого Павла на горе Афон. Говорят, от них и поныне исходит благоухание. Рождеством Христовым всем желаем радости, счастья, благополучия, телесного и духовного здоровья. Рождество Твое Христе Божий наш воссиял миру света разума. Такими словами встречают приход спасителей здесь, в России, и верят, что в день Рождества освещает далекий свет библиемской звезды широкие российские просторы. Идет третье тысячелетие от Рождества Христова. В России восстановлены из пепла тысячи храмов. Вознесшиеся над землей кресты ограждают мир от конечной гибели. И многие-многие человеческие души переживают главное чудо. Чудо преображение. По традиции великому празднику предшествует сорок дней рождественского поста, во время которого принято воздерживаться от молочной мясной пищи. Но это лишь средство для достижения главной цели, духовно покатывать себя в родина ощутимой радости праздника, встречи со вступающим мир спасителем. Ведь таинство Рождества каждый раз переживается как бы заново торжество церковных служб и радость домашнего празднества хорошо встречать потрудившись душой и сердцем. С Рождества начиналось самое веселое время святки. Русские люди отмолившись в храмах выносили как бы в мир радость праздника и в миру продолжали славить Христа слагая стихи и песни. Еще 12 дней аж до самого крещения. Лучные бои гуляния, ряженные катания на санях и вообще всяческое веселье неизменные радости этих дней. Не забывали о поступках милосердия. В домах хлебосольно накормили бедных и странников устраивали боготворительные мерки. Радость должна была быть всеобщей. Канун крещения 18 января день постный. Разрешается есть только блюда из круп и вареных овощей так называемая Сочева. 18 января крещенский сочельник. В этот день в храмах уже начнется великое таинство освящения воды которое будет продолжено на следующий день в праздник крещения. Так что русский православный календарь с сегодняшним праздником Рождества открывает для нас удивительное время, где каждый день насыщен особой соединенной радостью земной и духовной жизни. С Рождеством Кристаллы! Редактор субтитров Корректор А.Егорова